По всей стране подводят итоги единого дня голосования. Выборы разного уровня прошли в 83 регионах страны. В общей сложности состоялось 9 тысяч избирательных кампаний. Об оперативных итогах голосования Верхневолжья рассказала председатель Тверской избирательной комиссии Валентина Дронова. И на пресс-конференции побывала наш корреспондент Наталья Чекет. На территории Верхневолжья прошли 24 избирательных кампаний, которые проводились на 20 территориях региона. Избранные на этих выборах 260 депутатов будут решать самые насущные проблемы жителей своих муниципальных образований. По данным избирательной комиссии, на момент закрытия избирательных участков в целом по области явка составила 26,42%. Все кампании состоялись, прошли они штатно, без каких-то серьезных происшествий. Все процедуры проходили открыто, гласно. На муниципальных выборах по явке лидером стал Лжевский район. Здесь она составила более 54%. Всего по Тверской области, в местах, где проходило голосование, по оперативным данным, большинство мандатов получили представители партии «Единая Россия». Представительные органы власти от этой партии прошли 206 человек. Далее по числу депутатов идут самовыдвиженцы 33 человека. У КПРФ будет 16 мандатов, справедливая Россия получит три мандата. От ЛДПР прошли два кандидата. Компания проходила в некоторых муниципалитетах в достаточно острой политической борьбе, с большой конкуренцией. В бюллетене включалось у нас по 27 кандидатов. Это большое количество и большая конкуренция. Главное, наверное, опять же, что вот эта политическая конкуренция в основе своей проходила в рамках правового поля. Во время голосования на всех участках соблюдались привычные меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, дистанция между избирателями. Каждый участник голосования был в медицинской маске и перчатках. За соблюдением всех правил, в том числе эпидемиологических, следили общественные наблюдатели, а также представители от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах. В целом на 287 участков, в которых у нас проходило голосование, наблюдение как со стороны членов комиссии с правом совещательного голоса, так и со стороны наблюдателей, назначенных различными субъектами, их было более 830 человек. В 2021 году Тверскую область ожидает более крупная избирательная кампания. Жители Верхней Волжи будут выбирать депутатов Государственной Думы, губернатора Тверской области, а также пройдут выборы депутатов законодательного собрания полного состава.